Места боевой славы наших земляков на мурманском направлении Карельского фронта посетила экспедиция из Неницкого округа. В состав отряда из 10 человек, которые возглавили известные краеведы Андрей Николаев и Вера Буркова, вошли в жители сел Великовисочное, Оксино, Ома, Несь, поселков Индига и Красное. Из экспедиции они привезли не один десяток артефактов. Более 250 человек из Неницкого округа погибли на фронтах мурманского направления. Посещение мест сражений и пунктов дислокации войск, где служили солдаты, стали основной целью экспедиции. Отрядом совместно с Центром патриотического воспитания Мурманской области был обогорожен памятник, установленный в честь легендарной 31-й Оленной бригады. Пока мы есть, пока с нами есть молодежь, есть уверенность в том, что вот этот мостик будет ремонтироваться, есть уверенность в том, что этот памятник будет поддерживаться, есть уверенность в том, что наступит время, когда все имена погибших оленеводов будут овековечены на этом маленьком каточке. Члены экспедиции посетили и церемонию торжественного открытия Астеллы в Титовке, приуроченной к 70-летию освобождения Заполярья. Всего членам группы удалось посетить более 15 мест, где велись сражения с участием наших земляков. Огромное такое впечатление на нас произвел хребет Мусто-Тунтури. Это рубеж, на котором немцы были остановлены при подходе к полуостровам Средней Рыбачьей. То есть рубеж, где стояли насмерть, где шла война на голых скалах. Ребята все под впечатлением, потому что до сих пор там и мины осколки, и гранаты лежат. Старые гильзы, солдатская каска, котелки, эти и другие артефакты с боевых мест привезли участники турпохода. Предметы исторической ценности будут переданы в общественный музей поселка Красное. Следующая большая экспедиция планируется в июле. Группы поисковых отрядов Архангельской области отправятся на Кольский полуостров.